Счастье, что не осталось инвалидом. Так рассказывает самарчанка Юлия Вобликова о последних месяцах своей семейной жизни. Говорит, отношения испортились вскоре после рождения второго ребенка. Во время очередного скандала муж кинул в женщину кухонной лопаткой и рассек бровь. Мужчину судили и в качестве наказания назначили штраф в 7 тысяч рублей. После того, как я просто руководствуюсь инстинктом самосохранения, я подала, написала на человека заявление в полицию, он мне сказал, я буду тебе мстить. И первое, что я сделаю, ты поймешь, что ты без меня ничего не представляешь из себя. То есть, наверное, я не единственная, оказавшись в такой ситуации. На тот момент было очень сложно, потому что женщина максимально уязвима, когда у нее на руках двое маленьких детей. В ноябре прошлого года теперь уже бывший муж Сергей Вобликов забрал малышей из детского сада и увез похвестнев к своим родителям. Местный суд вынес решение оставить детей с отцом. Однако апелляционная инстанция встала на сторону матери. Впрочем, фразы «определить место жительства детей с матерью» для приставов оказалось недостаточно, чтобы исполнить решение служителей Фемиды. В октябре 2014 года Юля добилась получения разъяснения в суде о том, что дети подлежат передаче отцом матери на воспитание. Однако и это решение показалось непонятным. Налицо факт злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц Федеральной службы судебных приставов. Действующее законодательство предусматривает возможность самим приставам-исполнителям, если им не ясно решение суда. Пристав самостоятельно обращается в суд с заявлением о разъяснении. Здесь вопрос в нежелании судебных приставов Похвестневского района включаться в это дело и должным образом исполнять свои обязанности. Как мне говорит мой бывший муж, приставы просто будут передавать этот исполнительный лист из Самары в Похвестнево. По факту он не проживает постоянно ни в Самаре, ни в Похвестнево, но эпизодически его видят то тут, то там. То есть и сам он то туда, то сюда ездит, и детей он возит то туда, то сюда за собой. Дети у меня сейчас не посещают садик. Они не имеют возможности ходить в сад. Сына нужно готовить к школе. Услышать точку зрения Сергея Вобликова не удалось. От общения с журналистами он отказался. Ответить на вопрос, почему не отдаете детей больше или нет? Беседа не получилась и после того, как Юлия, в надежде увидеть сына и дочь, приехала в Самарскую квартиру, приобретенную совместно с бывшим мужем в браке, в ипотеку. По словам женщины, супруг сменил не только замки, но и дверь. Более того, мужчина отказывается пускать мать своих детей. Ваня, Ариша, Сережа, придите. Юль, дети, друг. Сережа, дети, не пообщаться, придешь. Терра направила официальный запрос в управление Федеральной службы судебных приставов Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответа.